Железнодорожная блокада на Донбассе продолжается уже больше месяца. Напряжение нарастает. О прекращении работы сообщили еще несколько заводов. С нами на прямой связи мой коллега Олег Решетняк. Он сейчас находится в Донецкой области. Олег, здравствуй. Какая ситуация в регионе? Да, добрый вечер, Наталья. Блокада продолжается. Вместе с ней появляются все новые и новые проблемы. Например, Донецкий металлургический завод, который находится на неподконтрольной Украине территории. По информации Интерфакса, сегодня остановил последнюю доминую печь и тем самым прекратил свою работу. Это причина. Ну причина это перебои с поставками в Донецк железнорудного сырья из-под контрольной части Украины. Вот в то же время самопровозглашенные лидеры так называемых ДНР и ЛНР ставят ультиматумы украинской власти. Дескать, если блокаду не снимут, то боевики возьмут под свой контроль заводы, находящиеся под юрисдикцией Украины. Если это произойдет, говорят в оппозиционном блоке, то украинский бюджет недополучит 12 миллиардов гривен. Рабочие места потеряют около 60 тысяч шахтеров. Не поддерживает блокаду и Леонид Кучма, представитель Украины в трехсторонней контактной группе. По урегулированию ситуации на Донбассе, по его словам, блокада не помогает Украине, а наоборот работает на Россию. Проблема, что мы сейчас говорим на всех уровнях, что там украинцы живут, и мы же хотим их повернуть назад, и чтобы они действительно считали себя украинцами, а не иноземными гражданами. Повод той же России выкористовывать эту ситуацию, на самом деле, для того, чтобы на свой биг людей в Донбасс переконывать. Такие заходы в войне не допомагают, а наупаки. Ну вот, несмотря на все эти проблемы, радикалы перекрыли железнодорожное сообщение еще на одном направлении. Теперь остановлено движение между Донецком и Мариуполем. Свой новый редут блокадники назвали Соло-Вейко. Вот также хочу напомнить, что из-за нехватки антрацита уже несколько суток заблокирована работа ряда металлургических предприятий. Производство остановили и Накьевский металлургический завод, и Краснодон-Уголь. Под угрозой и будущей других предприятий, в том числе, о возможной остановке завода, заявили на Днепровском медкомбинате. Пока это все новости, студия. Спасибо, Олег. Олег Решетняк о последствиях ЖД-блокады на Донбассе.